Всем привет! Меня зовут Каталина и это новый выпуск Буклайф. Готовы? Тогда начинаем! В московском доме книги, человек, про которого говорят, он всегда в моде. Создатель уникальной коллекции одежды и аксессуаров, принадлежащих самым известным женщинам страны. Историк моды, искусствовед, дизайнер интерьера, театральный художник и ведущий модного приговора Александр Васильев. Представим свою новую книгу, без ретуши, советский стиль. Александр Васильев! Без ретуши, советский стиль. Так называется новая книга Александра Васильева. Здесь более 250 фотографий, которые автор делал на протяжении всей жизни. Как жили, что и из чего шили, кого называли самой элегантной женщиной СССР и у кого в гардеробе были вещи от Пьера Кардена. Все снимки Александр Васильев комментирует сам. Так и рождается визуальное пособие о жизни в СССР для нового поколения. Главная фраза в названии без ретуши. Как говорит автор, эти снимки не подвергались цензуре, так как не работали на советскую идеологию. Да, мне очень нравится творчество Александра Васильева, но и он очень интересный собеседник, поэтому я пришла на него посмотреть вживую. Мечты были розовые, а вся одежда серая. И так была разнообразна наша одежда, но были мечты, был какой-то юношеский максимализм. И когда вот он сейчас рассказывает об этом времени, конечно, полное погружение в свою юность. Мне кажется, он очень начитанный человек, умеет интересно рассказать о моде и у него очень грамотная речь. Все-таки в СССР люди одевались хоть и скромно, но интересно. Так как моды является для меня частью искусства, если не само искусство, то я считал бы своим долгом посетить такого мэтра, как Александр Васильев. Костюм каждой эпохи заставляет тебя окутнуться в истории того времени, которое он представляет. Будь то средние века, будь то 19-й, 18-й век или сегодняшний день. Рассказывая о том или ином периоде, как бы приходят те ощущения того времени. И фотографам разрешалось сделать не более двух кадров одного и того же, одной и той же позиции, как бы сказать, одного и того же положения. Поэтому, если снимали артистку, то ее можно было еще надеть ровно два раза. Два кадра на каждую артистку. А если она в двух кадрах плохо вышла, ну как вышло, тогда можно было ее чуть-чуть подрисовать, чуть-чуть исправить и сделать еще лучше. Гости презентации смогли послушать рассказ не только о книге, но и о советском времени. Гости презентации выкинули арбузы, выкинули кеды, выкинули кеды, выкинули треники, выкупали треники. Историк моды поделился своими воспоминаниями о жизни в СССР и предоставил возможность задать вопросы. Самое время и нам пообщаться с автором. В книге есть фотография учениц провинциальной школы окройки и шитья. И вы комментируете этот снимок так. Он наглядно рассказывает о том, как рождалась мода в СССР. Одежда была в дефиците, ну в принципе и как все в Советском Союзе. И многие советские женщины шили сами. Вот как они, вот чем они вдохновлялись, откуда они... Ну, журналом «Работница» и «Крестьянка». Там было приложение в виде выкроек, шейте сами. И можно было в каждом номере получить выкроек у простой юбки, простого халатика, простого сарафанчика, простой блузки. И затем можно было в ситце, в ситце, в сатине, в альне повторить. Но когда советской женщине удавалось получить какое-нибудь импортное платье, она, конечно, снимала на газету выкроеку более сложного кроя. Тоже старалась его повторить. Есть очень интересные воспоминания знаменитого модельера из Парижа, Эльзис Киапарелли, что когда она приехала и ее поселили в гостинице «Метрополь», она ушла гулять по Кремлю, но когда пришла раньше времени обычного, то она увидела у себя в номере трех горничных, которые снимали выкроек у ее платья на полу, положив в советскую газету «Правду» вниз и обрисовывая конкур ее платья. И, конечно, наверняка кто-то все это донашивал. 12 лет вы ведущий шоу «Модный приговор». И вот как вы отбираете стилистов? Они проходят через вас? Никогда. Ну вы что? Мы – это разные епархии. Стилисты проходят через продюсера и через главного стилиста. У нас есть главный стилист Аня Чернова, Анастасия Чернова, которая сама отбирает тех стилистов, с которыми можно работать, потому что очень многие стилисты профессионально непригодные. Они взбалмошные, истеричные, не могут выдержать работу с клиентом. Это же очень психологическая работа. Надо на все сказать «да-да» и сделать по-своему. И совсем скоро наступит Новый год. И символом 2022-го будет, как говорят одни, год голубого, а, как говорят другие, год черного водяного тигра. И вот в связи с этим противоречием, одни говорят, что в образе должен быть обязательно черный, другие говорят оранжевый. Да. Во-первых, это китайские правила. Во-вторых, Новый год китайский наступает 1 февраля. Ни в коем случае 31-го. Не надо одеваться ни во что тигровое. Потому что еще этот не прошел. Не торопитесь с событий. Не делайте ничего заранее. 1 февраля наденьте тигра. А пока ходите в то, во что вам Бог послал. Все-таки вот что вы можете посоветовать? Блестки, конечно. Это же вечерний праздник. Блестки, люрекс, парча, висер. А с вами была Каталина Гончарова. Оставайтесь стильными! Субтитры сделал DimaTorzok